В Казани, в детской республиканской клинической больнице, провели трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток ребенку. Такую сложную операцию провели в Республике Татарстан впервые. Была организована совместная работа Биобанка Казанского федерального университета и ДРКБ, а также Центра Рогачева. Клетки, предназначенные для трансплантации, хранились на протяжении трех месяцев при температуре в 196 градусов Цельсия. Также в хранилищах Биобанка хранятся в качестве биологической страховки стволовые клетки пуповины крови. Помимо этого, существует отдельное хранилище с биологическими образцами для фундаментальных исследований. Руководитель Биобанка Казанского федерального университета Эльмира Елагина подробно рассказала, как проходила подготовка к операции. Мы начали свою работу еще в 2005 году, это в рамках медицинского университета, под руководством Андрея Павловича Киясова. Свою работу мы выполняли в рамках сохранения стволовых клеток пуповинной крови. И в 2015 году Андрей Павлович приглашает на свою команду, но уже в рамках Казанского федерального университета. Было закуплено современное оборудование, как вы можете видеть, несколько различных криохранилищ, которые уже позволяют решать разные задачи. Не только сохранение гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови, но и других биологических объектов. С 2005 года мы успешно сохраняем гемопоэтические стволовые клетки, взятые в момент рождения у ребенка, как биологическую страховку. Дай бог, чтобы детки росли здоровыми, счастливыми, чтобы эти клетки никогда не пригодились. Но, тем не менее, с 2005 года работа продолжается. С 2022 года, то есть с прошлого года, мы начали сотрудничество после определенных переговоров, сотрудничество с ДРКБ. Первое сохранение клеток, к сожалению, уже нездорового ребенка было в ноябре 2022 года. После этого мы уже сохранили несколько десятков образцов. И первая трансплантация была уже в 2023 году. Трансплантация прошла хорошо. Клеточки были переведены в ДРКБ, разморожены, отмыты и введены ребенку. Стволовые клетки – одни из интереснейших объектов для изучения в нашем организме. У них есть уникальная способность становиться любой клеткой в теле человека. Они могут превращаться в сердечную или кожную ткани, в мышцы и сухожилия. Это уникальное свойство давно используется врачами для лечения заболеваний, таких как онкологические и неонкологические заболевания крови, иммунные системы, и когда требуется восстановление кроветворения после химиотерапии. Основными источниками стволовых клеток являются пуповинная кровь, костный мозг и периферическая кровь после предварительной стимуляции фактором роста. Именно из этих частей часто берут клетки для трансплантации. Такие операции открывают множество возможностей для ученых и врачей. В крови есть клетки или форменные элементы. Самое большое количество их это эритроциты. Они переносят кислород. Вот они живут всего три месяца. А белые клетки живут еще короче. И вот самое удивительное, что всевозможные заболевания крови, то есть всякие лейкозы, лимфомы, еще что-то, они связаны с тем, что не хватает каких-то конкретных клеток. То есть их соотношение эритроцитов, лейкоцитов, оно должно быть четко выверенное. Причем среди лейкоцитов разных форм. И вот если кого-то больше, а кого-то меньше, то тогда возникает сбивка уже и начинается заболевание. И, соответственно, если посадить вместо больной стволовой кроветворной клетки здоровую стволовую кроветворную клетку, то все становится в норме. Все прекрасно, но есть определенный промежуток времени, когда надо сначала подавить патологический росток. Но самое важное, что технология сохранения этих клеток, она есть только в Казанском федеральном университете. Такая трансплантация очень сложная и требует тщательной организации. Задача таких операций – восстановление костно-мозгового кроветворения и поврежденных тканей клеток организма. Успешность проведенной операции зависит от многих факторов на всех этапах работы. Биобанк КФУ предоставляет возможность креоконсервации, хранения и транспортировки замороженных образцов стволовых клеток. Для пациентов ДРКБ выделено отдельное хранилище вместимостью в 240 образцов. Руслан Батулин – доцент кафедры общей физики. Института физики является руководителем научно-исследовательской лаборатории «Квантовые симуляторы», который и обеспечивает работоспособность Биобанка Казанского федерального университета. Биобанки КФУ находятся современные креохранилища. Конструктивно они представляют собой сосуды Дюара, которые заполнены или могут заполнены жидким азотом. В них находятся емкости, куда помещается уже предварительно правильно замороженный концентрат, назовем его, стволовых клеток. И что происходит далее? Необходимо поддерживать температурный режим. И для этого инженер предпринимает в том числе значительные усилия. То есть он следит за уровнем жидкого азота. Несмотря на то, что процедура автоматизирована, то есть есть специальный контроллер, который управляет, скажем так, клапаном напуска жидкости из внешнего резервуара, тем не менее, естественно, даже внешние подпитывающие Дюары, их необходимо пополнять. И эта процедура ответственная, потому что необходимо температурный режим соблюдать. И если что-то пойдет не так, условия хранения нарушатся, мы потеряем, естественно, клетки. Трансплантация стволовых клеток позволяет на сегодняшний день вылечить достаточно большой перечень заболеваний. По словам Эльмира Елагиной, планируется и дальше развивать сотрудничество с Республиканской детской клинической больницей для проведения новых трансплантаций стволовых клеток. На этот случай в КФУ уже готовы для использования еще несколько криохранилищ. Это позволит увеличить количество производимых операций. Благодаря качественно проделанной работе, ребенку, которому провели операцию, стало намного лучше. По словам врачей, она уже выписана из больницы. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Фарид Захитуглы, Универньюс.